Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол Ата Жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. Сегодня у нас домашняя игра с Ферентиной, и потом, я так понимаю, выездная, Старина будет. Хотя нет, мы тоже будем два домашних матча сегодня. Так что давайте вот с Ферентиной мы сыграем моим стартовым составом, а вот Старина мы сыграем вторым. Поехали! Кришчано Роналдо готовится сегодня забить еще парочку мячей. Итак, чемпионат Италии Ювентус-Ферентино. Мне кажется, для нас это самый пока что интересный матч в чемпионате Италии. Янич. Отлично, находит он Роналдо. И шикарный пас над Угласа Косту. И Дибалла. Дуглас Коста решил отдать пас на Дибаллу. И забивает Паула Дибалла, делая счет 1-0. Сразу буквально вышли на второй тайм и забивают. Великолепно нашел Роналдо Дугласа Косту. Этим сказным пасом защитник прозевал. И вот так вот бежит. Здесь уже немного замедляя ход. И вот здесь Дибалла забивает гол. Третий гол аргентинца в чемпионате Италии. Отлично, Виктор Белерин. Бежать. Нужно теперь вот только бежать. Белерин. На Роналду. Криштиану. На Белерина. Забивать Белерин. Что сделал сейчас Белерин? Шикарный гол испанца. Первый причем. Для защитника это вообще редкость голы забивать. Но здесь действительно он достоин был забить этот гол. Пропахал там буквально от центра поля. Добежал до штрафной. И ну здесь вот Роналду все-таки не пожадничал. Отдал. И тут привстал немного Роналду. Вот. И мячик пропустил для Белерина. Забивает испанец первый гол в составе Ювентуса. Все. На этом матч заканчивается. Не смогли мы сделать счет 3-0. Но 2-0 тоже хорошая победа. И лучшим стал. Сейчас мы узнаем. Эктор Белерин. Заслуженно. 9,5 оценка. И так приходит нам сообщение. Пресс-конференция. Но на них я не люблю вообще ходить. И так. Челхоноглу. Перешич Манджукич. Пока что в лучших бомбардирах. И так. После 5 туров Ювентус идет на первой строчке. На второй идет Милан. Ближе всех. Именно он. Но и 2 команды все-таки из Милана. Это Милан и Интер. Идут на верхних позициях. В таблице Перешич Челхоноглу и Бирса. Вот здесь уже вышло. В нападении. Манджукич пока что на 4 строчке. Ну что же. Давайте теперь выпустим второй состав. Посмотрим как он отыграет. И снова на домашнем стадионе. И так. Готовится весь Ювентус. К очередной победе. Если мы сегодня победим. Будет 6 победа к ряду. Снова весь Ювентус заполнен. Альянс Стадиум набирает обороты. Новая команда. Новые звезды. Но все-таки есть и опытные игроки этого клуба. Сегодня они как раз много. Их и на поле. Пока что играют все игроки обороны через Честный. Ой-ой-ой-ой-ой. Раскатали на 11 минуте. Торино забивает. Вот так вот. На ошибочках. Перес третий уже гол в чемпионате Италии. Угловой это шанс. И Марио Манджукич забивает головой. И сравнивает счет. 1-1. Марио Манджукич выводит на равные позиции Ювентус. И теперь снова в игре. Футбольный клуб из Торино. Из Торино, извиняюсь. А вот Торино пока что будет думать. Потому что такой закидон для Сериджу. Прям за спину. Нужно как-то и получше было отыграть. Марио Манджукич забивает очередной гол. Пятый уже на его счету. Маркизио выводит. Да. Камбэк. Камбэк Ювентуса. 2-1. И шикарно, друзья. Но здесь там и Бейл должен был, друзья, действительно забивать. Но попал он в перекладину. Но здесь тоже неплохо. Хедира нашел этот сквозным пасом Маркизи. И тот забивает в чемпионате Италии первый свой гол. И Бейл здесь нарушает. И получает Бейл красную карточку на 84-й минуте. Вот так вот он вышел. Но здесь действительно как-то и момент такой. Просто бежал и выбивал мяч. Но получил он красную карточку. И забивает все-таки Белотти. Но теперь нам уже ничего не остается делать, как выпускать Крещану Роналду. Сравнивая счет Белотти на 90-й минуте. Шикарным голом от штанги. И для Андрея Белотти это первый гол. Все. Не повезло просто сейчас. Марио Манджукич мог бы сейчас вывести вперед. Но попадать в перекладину. Ну что ж, друзья. Первая потеря очков. Сыграли в ничью 1-1. Ну, 2-2, извиняюсь. И плюс еще и удаление Гаррета Бейла. Приходит нам 4 сообщения. Камерун нам предлагает стать тренерами сборной. На чемпионат мира там дойти до 1-8. Но мы отклоняем это предложение. Дисквалифицирован на 1 мать Гаррет Бейл. Про мое игровое время Даниэль Ругани. Так. Сейчас Зинченко обязан просто 71-й рейтинг получать. Да, так и есть. И Алисон качнулся 85-й теперь. Так. Ну, Алисон, я так скажу, неплохо вот играет. Так что нам надо вообще качать теперь честно. Потому что вот именно этот ничья 2-2. Вот. Ну что, выпущу я в следующем матче первый состав против Хофенхайма. И так же у нас будет игра против Аталанты. Но это уже будет в следующей серии. Ну что ж, друзья, с вами был Андрей Хорьев. Канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok